По данным Российского союза автостраховщиков, из 42 миллионов полисов ОСАГО, которые ежегодно продаются в стране, почти миллион поддельные. По факту проверок страховщиков оказывается, что большинство автомобилистов идут на это осознанно, желая сэкономить. Ведь поддельный полис стоит в среднем в 10 раз дешевле. Впрочем, на поверку такая бумажка не стоит ровным счетом ничего. Если водитель все же становится участником ДТП, рассчитывать на выплату не приходится, а сумма может оказаться значительной. Гражданин, попадая в дорожно-транспортное происшествие, наносит значительный ущерб потерпевшей стороне, когда является виновником ДТП. Являясь участником ДТП с двумя транспортными средствами, страховая сумма будет около миллиона рублей. Покупая подделку, автомобилисты сами себя наказывают, поддерживают юристы. Обращение в страховую компанию с поддельным полисом рассматривается правоохранительными органами как мошенничество. Подделка данного полиса или продажа поддельного данного полиса несет в себе состав преступления с санкцией до двух лет лишения свободы. Если этот полис используется автовладельцам, в том числе и предъявляется сотрудникам ГИБДД, здесь возможен штраф до 80 тысяч рублей, либо также лишение свободы. За первые три квартала текущего года количество проданных полисов ОСАГО сократилось на 8%. Объясняют это просто – ростом тарифов и сокращением доходов. В Пермском крае падение продаж полисов менее значительно, в среднем – менее 1%. А вот число поддельных полисов, наоборот, увеличилось. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо на сайте Банка России убедиться, находится ли ваша страховая компания в реестре зарегистрированных компаний и имеет ли она лицензию. Наталья Попова, Дмитрий Микрюков, телекомпания «Ветта».